Оставив самые сложные, но потом не тратится время. Во-первых, с точки зрения принципа справедливости, нельзя обходить ни резидентов, которые уже физически размещаются ввиду деятельности на территории промплощадок и индустриальных парков. И поэтому мы сформулировали так. Например, льготы тем, кто имеет новые сонные проекты, в том числе находящие на неиспользованный земельный участок, на незанятую территорию, а также действующие резиденты, если они на другом участке территории реализуют какой-то новый инвестпроект. Например, модернизация, расширение, новые поточные линии и так далее. Причем юридически и бюджетно есть возможность давать льготы новому инвестиционному проекту. Это больше проработано на законодательстве. Для действующих это гораздо сложнее, поэтому здесь должен быть какой-то субтидирующий или компенсационный механизм чаще всего. Потому что нельзя возраградить из бюджета уже сделанные только компенсации. Теперь мы предположили о том, что распроект у нас разного масштаба, резиденты у нас разные, не ограничиваются только малым и средним бизнесом, увы. Иногда бывает так, что налог на доходы физических лиц, которые платят за заработные платы резидентов, которые ведут производство, он может перекрывать. Мы уже знаем, что он не только налог на землю перекрывает или арендную плату за муниципальную землю, но он часто перекрывает и налог на недвижимое имущество. И в том случае, если это происходит, приближается к этой сумме, становится равным или больше, мы понимаем, что в принципе НДФЛ может стать источником компенсации затрат владельцев объектов недвижимости на налог на недвижимое имущество. Сейчас происходит так, что налог на недвижимое имущество платится в бюджет управляющей компанией или каким-то другим владельцам. Если у УК, то она просто перераспределяет это на резидентов, у нее другого выхода нет, потому что такой статьи у нее, в принципе, и она закладывает это в смету УК, резиденты, получается, оплачивают это. Это дополнительная нагрузка на бизнес. Но если резидент исправно выполняет свою обязанность по оплате НДФЛ и УК, то можно из НДФЛ на самом деле компенсировать через затрат владельцев объекта недвижимости. Так, по срокам льгот, да, не менее 5, а лучше 10 лет, потому что когда бизнес хорошо подумает и после списка из 50 возможных преференций начинает думать о сроках, стабильности, гарантии, самые главные правила — это неизменность правил игры и неухудшение их с течением времени. Так, дальше мы стали думать про иные нефинансовые меры и тарифные. В первую очередь, самый кусачий — это электроэнергия. Рассматривалось несколько вариантов. Первый — нельзя ли упростить администрирование процесса, ну то есть, первая аксиома — надо компенсировать заплаты на электроэнергию. Тариф очень высок, иногда объективно, иногда субъективно. Кто в этом рынке разбирался, понимает, система очень, скорее всего, даже специально усложненная. Разобраться по всем этапам ценообразования тарифа — это удел специалистов-энергетиков, да. Поэтому тариф высокий, не всегда возможно вывести там, что называется, сделать прозрачным этот процесс, поэтому надо компенсировать. Возможны два варианта. Первый, сложный в администрировании для уполномоченного органа или для того, кто будет заниматься, — это компенсация понесенных затрат резиденту в качестве, ну, допустим, выбирается какой-то комфортный тариф, допустим, 4 рубля, по факту уплачивает 7, разница между ними подлежит компенсации, допустим, 3. Это сейчас условные цифры, да. Второй вариант, менее сложный в администрировании, он заключается в том, чтобы сразу резиденту предоставить комфортный тариф. То есть он получает от сетевой компании со всеми надбавками, с бытовыми, сетевыми и прочими, и прочими, сразу тариф, который, и, кстати говоря, он единый, наверное, для всех площадок индустриальных парков. Условия привлечения на индустриальные объекты должны быть равными, чтобы не бороться опять с вот этим диссонансом, да, перекосом. Вот, и тогда можно рассмотреть механизм, он сложный, понятно, то есть надо какую-то компанию наделить статусом энергосбытовой, энергоснабжающей, и еще и сетевой, наверное, да, чтобы она имела возможность по комфортному тарифу резидентам оказывать услугу и быть для него, то есть он для нее будет абонентом, это тоже схема непростая. Поэтому мы не отметали ни один из этих вариантов, они, я думаю, могут быть дошлифованы, и какой-то один из них выбран. Так, дальше группа говорила о, кого? Мы перешли сразу от электроэнергии к шестому и седьмому вопросу, они нам показались попроще, как выбирать площадки для наделения статусом и как отбирать резидентов, да. Значит, мы, поскольку очередь из резидентов не стоит, мы сформулировали очень просто, все те, кто находится в обрабатывающей отрасли производства, ну, считай, производственники, да, плюс производственные услуги. Услуги управленческого характера, ну, скорее всего, сюда, наверное, не входят, то есть не полный объем сервиса. Считается, что сервис может искать себе клиентов проще, скажем так, да, чем производственник, у него жизнь. Ну, естественно, не те, кто занимается строительно-монтажными работами. С точки зрения, кого наделять статусом ОРПЗ, ну, мы завязались на критерии аккредитации управляющей компании или площадки, точнее, вместе с ним по 616 ПКМ. Тут все достаточно просто. Так, теперь мы говорили о том, что у нас на самом деле органы местного самоуправления, так же, как и управляющие компании промышленных площадок, индустриальных парков, находятся в ситуации зажатых бюджетов. Отсутствует практически бюджет не только на эксплуатацию, но я уж не говорю про бюджет развития, отсутствует полностью. Мы предложили механизмы, да. Например, хорошим заработком или способом сводить концы с концами, получать хотя бы деньги на финансирование своего штата, может быть наличие какого-то объекта недвижимости, который можно сдавать в аренду по рыночной цене. Откуда взять деньги частной управляющей компании? Мы говорим о займах, которые вы упоминали здесь, я сильно не буду конкретировать, или какой-то форме бюджетного кредита. Самое главное, что это низкопроцентный займ, примерно на уровне ключевой ставки, может быть чуть больше. Возвратный, низкопроцентный и долгосрочный. И, понятно, сразу включаются здесь гарантийные механизмы, потому что не каждая лука может взять кредит. А если мы немножечко упростим требования наших региональных фондов и бюджета по предоставлению таких займов, я сейчас говорю о залогах, поручительствах и так далее, можно под само гарантию зданий. Почему? Потому что ведь у бюджета нет стоит задачи заработать на это арендное платье на процентах. Его задача создать условия для размещения бизнеса в нем, поэтому низкопроцентный и более упрощенный к получению. Так, с критериями тут вроде бы все. Дальше. Мы к функциям дирекции управляющей компании. Много разных схем мы тут начеркали. Понятно, что подход индивидуальный. Где-то может быть дирекция равна ука, где-то дирекция поглощает ука, где-то дирекция без ука. Мы пришли к одному. Управляющая компания или муниципалитет, в зависимости от того, кто управляет этим объектом инфраструктуры, он заявочный принцип. Кому, кто чувствует недостающие компетенции или потребность в услугах, на привлечение компетенции управленческих, на фандрайзинг, на поиск денег для действующих, для новых, и на привлечение инвесторов, тот и обращается. Возникает вопрос, откуда источник финансирования этой деятельности для муниципалитета и для УК. УК, если она чувствует, что она недовыполняет функцию, но ей надо развивать площадку, она, понятно, из своих следов заказывает. Самый главный вопрос, тот, кто занимается вот этим, и фандрайзингом, и привлечением инвесторов, и прокомпетенции не берет. Здесь вознаграждение, скорее всего, за час или за услугу будет какая-то. А вот фандрайзинг и привлечение инвесторов, фандрайзинг от привлеченной суммы, процент, потом поговорим, за счет какого источника, инвесторы от суммы капитальных вложений или основных средств, которые на территорию, то есть за сделанное, по факту выполнения работы. Так, дальше. Если, значит, у нас... Мы говорили о том, кто возмещать это должен. Понятно, что все это делается в интересах собственника земельного участка или имущественного комплекса. Если собственник и девелопер УК, он и платит. Если собственник муниципалитет, он, как говорится, извините за основу музыку доказывает. Вопрос, откуда взять на это деньги? Мы пришли к краеугольному камню отсутствия у муниципалитетов, в частности, бюджета на развитие. Вот такое соотношение налога-дохода физических лиц идет сейчас в межбюджетное. В республику... Ну, понятно, что у каждого района по-своему, но в ряде случаев происходит такой диссонанс. Там большая часть, в данном случае 85% идет в бюджетной республики, 15% остается в местном бюджете. Вопрос, либо мы делаем какое-то перераспределение, другое, чтобы появился у муниципалитета бюджет развития и эксплуатации этой площадки, как минимум содержание нужных людей и эксплуатационных расходов, либо деньги, здесь, конечно, надо найти способ из бюджета заплатить за выполнение функций, то есть управляющих компаний, либо на привлечение того самого УК, дирекция, сейчас в данном случае название не так важно. Так, и, соответственно, стабильность вот этого бюджета развития и бюджета эксплуатации муниципалитета, ну, тоже у нас горизонтом там не менее чем 5-10 лет. Так, теперь, значит, вот, ну, это я просто стал, извините, покрасивше рисовать о том, что НДФЛ можно с налогом индвиженного имущества сравнить, иногда там по-разному. Тут могут быть разные соотношения, это надо действительно считать соотношение бюджета развития и эффект, который достигается. Теперь, значит, мы считаем, что владелец объекта недвижимости, кто платит налог на недвижимое имущество, он и будет получать процент от НДФЛ сообразно тому, извините, сейчас поясню лучше по-другому, да? Если резидент, и у него есть объект недвижимого имущества, он сам платит НДФЛ, через НДФЛ компенсируется ему налог на недвижимое имущество. Если управляющая компания имеет здание и предоставляет резидентов, ну, понятно, что от тех резидентов, которые в этом здании размещаются, платят, ну, правда, здесь вопрос открытый, потому что УК, на самом деле, она еще занималась привлечением инвесторов не только в свое здание, но и на остальную территорию, и тоже, наверное, имеет какое-то моральное право на компенсацию. Вопрос платы и процента, он обсуждает, мы не ставили задачи сейчас каких-то цифр найти. Самое главное, вводится принцип плата за рабочее место и плата за сделанное, то есть пора вознаграждать муниципалитетами и управляющих компаний за реальные привлечения людей на территорию. Это значит, их можно связать с фондом заработной платы, в данном случае с НДФЛ как источником. Так, по-моему, больше я ничего не писал. А, еще такой момент. Мы, с одной стороны, сконцентрировали внимание на налогах, которыми может управлять республика. Сперва мы, конечно, отмели налог на прибыль в республиканскую часть, потому что часть ЕГОД, в том числе региональный инвестпроект, она прекращается там после 2023 года совсем. Но мы хотели бы вернуться еще к нашей идее о возможности создания территории, опережающей развитие, равной ОПЗ. То есть мы сейчас не зачеркиваем ОПЗ, мы говорим о том, что она может создаваться и в такой форме. Нам 473-й федеральный закон разрешил с 2018 года создавать территорию опережающего развития не только в многих городах, не только на Дальнем Востоке, но и на любых муниципальных образованиях. И, в принципе, технически мы считаем, что вполне возможно совместить эти режимы, и тогда у нас появится управляемая статья еще и налог на прибыль в бюджет РТ. Вот, наверное. Пока все. Спасибо за внимание. У нас третья группа.